Одной из обсуждаемых тем на совещании министров транспорта было развитие маршрутов контейнерных поездов между Китаем и Европой. Латвийские представители рассказали об интегрированном предложении для эффективного использования транзитного коридора, привлечения новых потоков грузов и развития логистических услуг. Часть делегации из Китая побывала с визитом и в Венсплсе, где гостей познакомили с предлагаемыми возможностями свободного порта на примере грузовых перевозок в страны Скандинавии. Такое соединение, которое есть у Венсплского порта, Швеции и скандинавских стран, нет ни у кого больше. Это кратчайший путь и регулярное сообщение. Каждый день паром ходит, и это всего 11 часов до Нинесхам, и это совсем рядом со Стокгольмом, а дальше дороги в другие скандинавские страны. И нам кажется, это замечательная возможность для китайского груза, который может быть доставлен сюда по железной дороге. И, как высказались представители из Китая, одна из главных их целей – это решить вопрос о контейнерных поездах в Латвию. Мы, конечно же, сказали, что Рига – неплохой город, но те возможности, что предлагает Венсплс, намного конкурентно способней. Еще стоял вопрос о крупных проектах развития, о северной части порта, которые мы всегда предлагали и будем предлагать. Возможно, когда-нибудь нам повезет, и мы найдем инвестора. На сегодняшний день тенденция морских грузовых перевозок такова – снизился поток транзитных перевозок из Восточной Европы, но увеличился на скандинавско-балтийском направлении. В последнее время увеличилось количество паромов, отправляющихся в Скандинавию, и именно в этом направлении есть потенциал сотрудничества с Китаем. Любой транзит груза через Ригу, Венсплс или Лепую – это доход государства. В этом случае мы смотрим в сторону скандинавского рынка, который может стать хорошим решением для привлечения восточного грузооборота, и который мы с нашими партнерами можем реализовать. Это не первый визит гостей из Китая в Латвию и в Венсплс. В сотрудничестве заинтересованы все. То, что китайские представители регулярно посещают Латвию, в том числе и Венсплс – это важно, и показывает, что с их стороны интерес есть. А нам, в свою очередь, следует сделать все возможное, чтобы наши предложения были конкурентоспособными. Как отметили в министерстве сообщения, Латвия видит Китай как нового партнера в процессе диверсификации грузов. И конкретное предложение в переговорах с китайскими партнерами – это распространять китайские товары в Северной Европе и странах Балтии и с латвийских складов, а также размещение центров логистики на территории Латвии. Таким образом, сотрудничество с Китаем позволит нашему государству компенсировать уменьшение грузооборота с Россией.